Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. В стенах этого прекрасного зала мы с вами встретились в особой энергетике, скажем так. Так и сразу начну вопрос с того, насколько силен у людей интерес к древнерусской культуре и искусству, в частности, к церковному искусству, вот сейчас, в настоящее время. Ну, это будет все равно субъективный ответ, поскольку чаще всего я общаюсь с людьми, которым это интересно так или иначе. Но по моим субъективным наблюдениям в последнее время этот интерес очень вырос. И это отрадно, потому что, на мой взгляд, те вопросы, которые перед нами ставят в сегодняшнее время, во многом разрешимы благодаря христианскому искусству и христианской культуре вообще. В экспозиции художественного музея немало работ. В общем, можете ли сказать о той коллекции, которая здесь представлена, и о жемчужинах этой коллекции, в частности? Наша коллекция небольшая по сравнению с другими коллекциями крупных музеев, но очень значимая для истории русского искусства. Большинство произведений здесь, ну, прямо скажем, все произведения так или иначе относятся к храмам Рязанской области. Происхождение каких-то мы знаем, каких-то происхождение давно утеряно. Однако мы точно знаем, что территория эта ограничивалась тем, что когда-то называлась даже Рязанской губернией скорее. Большая часть экспонатов поступила к нам в фонды после масштабных экспедиций, проведенных совместно с Центром имени Игоря Грабаря, которые проходили в 60-е, 70-е, 80-е годы XX века. Время неспокойное для России, время, когда храмы закрывались. И, в общем-то, задача была музейных сотрудников и реставраторов в том, чтобы спасти эти экспонаты и довести их до состояния как минимум консервации, а как максимум экспозиционного. С этой задачей справились. Здесь большая часть коллекции поступила к нам после революции из епархиального древлехранилища. Ну и остальные предметы – это дары, которые в единичном количестве к нам поступали. Самые древние из представленных здесь икон, может быть, самая древняя и самое ценное, что здесь есть? Вообще к иконе относиться как к чему-то более ценному или менее ценному трудно, как минимум в коллекции музея, потому что это все жемчужины. Ну, постараемся что-нибудь выделить. Самая древняя икона в коллекции датируется концом XV века. Но для Рязани это нормально. Я понимаю, что там для Владимира Суздальской иконы, для Новгородской – это даже не древность. Но в Рязани, к сожалению, не сохранился тот пласт произведения искусства, который относился к домонгольскому периоду, периоду нашествия. В единичных экземплярах они до нас дошли. Поэтому конец XV века – это икона Благовещения, икона Московского круга, тяготеющая к традициям Дионисия. Если говорить о жемчужинах, то вот, пожалуй, она. Это, безусловно, икона Архангела Михаила Ларатного с чудом в хонях. Она существует в двух экземплярах. Обычно иконы тиражируются в большом количестве списков, особенно, если вы вспомните, какие-то особо почитаемые, чудотворные, типа Владимирской иконы Божьей Матери, Тихвинской и так далее. Образы Архангела Михаила тиражируемы, но в таком иконографическом изводе существует всего два. Один в нашей коллекции, другой в частном собрании в Москве. Этот образ происходит из Архангельского собора Рязанского Кремля. Это домовая церковь рязанских князей, усыпальница рязанских митрополитов. Из таких же редких экспонатов – это резная икона Архангела Михаила. Она ровесница Михаилу Ларатному. Это тоже начало XVI века. Резных образов Архангела Михаила от этого периода мы почти не знаем. Наш, ну вот, похоже, что уникальный. Есть подписные иконы, как, например, икона, сделанная знаменитым мастером Давидом Сирахом, тоже в XVI веке, подаренная в Солочинский монастырь. Икона с изображением митрополита Алексия. Можно многое перечислять, но вот, пожалуй, от XVII века, например, у нас есть масштабная икона «Страшный суд», которая представляет собой самый развернутый извод этой иконографии. Его можно даже назвать «Апокалипсис. Страшный суд», потому что эти сюжеты, они все-таки немножечко разные. Вот на этой иконной доске поместились и канонические эпизоды этого сюжета, и эпизоды, которые свидетельствуют о книжной культуре конца XVII века. И о таком, ну, условно говоря, не люблю этот термин, но, условно говоря, обмерщении христианского искусства, о таком поиске нового выразительного языка этого времени. Вот на нее тоже стоит обратить внимание. И все же, несмотря что искусство религиозное, в художественном смысле, давайте поговорим о ценности этих произведений, скажем так, шедевров. Многие из них деревянные, многие из них сохранились при этом в отличном состоянии. Вот о каком, может быть, о каких культурных чертах нашего народа мы можем говорить, глядя на эти произведения, экспонаты? Вот в этом смысле наша коллекция позволяет говорить не только о специфике рязанской иконы, потому что всякая специфика рязанской иконы, она весьма условна. У нас нет понятия рязанской школы иконописи. Просто памятников нет, на которых мы могли бы это сделать. А в нашей коллекции существуют памятники, которые тяготеют к разным традициям. Как я уже сказала, к московской, например, традиции, к традиции новгородской иконы, причем такого народного толка. Там и иконография специфическая. Там специфически относятся авторы иконы, иконописец к сакральному. У нас есть иконы, тяготеющие к псковской школе иконописи. Ну и так далее. Но если говорить о том, как видят разные иконописные школы, условно говоря, горний мир, то это, конечно, о восприятии человеком самого себя и о восприятии, соответственно, и Бога тоже через то, что он думает о себе. Новгородцы, как правило, выдвигают персонажей на передний план. И у вас создается впечатление, вот такое предстояние перед образом, вы как будто бы сокращаете дистанцию, но при этом он настолько мощный и плотный, я бы сказала, иконописец пользуется локальными цветами, звонким цветом. У него очень пластичная такая звенящая, насыщенная контурная линия. Он работает на соотношении локальных цветовых пятен, и при том, что он нивелирует передний план, то есть его нет фактически там сразу святой, у вас возникает ощущение предстояния перед таким мощным образом, которому вы в каком-то смысле должны дать ответ. Он весь на вас выходит сразу. «Москвичи иные». Вообще, среднерусская икона, она немножечко другая. Она вас вовлекает в круг такого интимного общения с образом, камерного очень. Как правило, там в композиции можно найти какие-то линии, которые закручивают вас как в воронку постепенно в центр композиции, и вы, блуждая по этому кругу, больше и больше деталей замечаете. Это такое предстояние очень личностного характера. Это момент такого теплого общения с иконой. Там, как правило, вот есть этот момент входа в икону. То, что тяготеет к псковской иконе, это все очень насыщенно по цвету, опять же, это все при этом деликатно очень сделано и построено уже на нюансах тональных и цветовых, и вы призваны любоваться вот такой звонкой гармонией этой сцены. Есть иконы, которые тяготеют к традициям палеологовского искусства в Византии. И вот это интересно, как наше время уже будет осмысливать эти образы. Палеологовское искусство, ну, оно условно так называется, просто по времени правления соответствующей династии в Византии, оно влияет на русскую икону, разумеется, но корни его уходят в античное наследие. И это стремление передать жизнь во всех ее проявлениях, стремительные повороты, жесты, эмоциональность, движение складок. Кажется, что хаотичное на самом деле вовлекающее вас в круг этого движения. Все, что нацелено на контакт персонажей внутри и на ваше эмоциональное восприятие образа, на то, что должно пробудить вас человеческое. У нас есть замечательная икона с изображением воскрешения Лазаря. Вот там хочется вспомнить слова Иоанна Златоуста, если я не ошибаюсь. Не «Бог плакал у гробницы, но не человек воскресил Лазаря». Простите, цитата не точная, но это то, что должно у вас возникать в вашем сознании, когда вы смотрите на эти образы. Вы должны эмоционально откликнуться. Вот этот эмоциональный отклик, как мне кажется, опять же, это субъективное наблюдение, частенько встречается в последние годы у современных авторов, у художников, у иллюстраторов, у скульпторов. Они, как мне показалось, такая тенденция модная, может быть, ищут вдохновение в средневековом искусстве. Как думаете, почему такая тенденция проявляется? Можно сравнить вообще это время с временем перемен в принципе. Любое время перемен инициирует интерес к духовной культуре. В этом смысле средневековье, особенно русское средневековье, дало нам неоценимый богатый материал. Давайте обратимся к началу авангардного искусства в России. Это начало уже века XX, и там было то же самое. И художники, которых мы считаем вот такими новаторами, даже революционерами в сфере искусства, на самом деле вдохновляются пластикой и цветовым решением русской иконы. Она как раз в это время и раскрывается. Даже Матисс испытал влияние раскрытой русской иконы. Вот это такой парадокс. А с другой стороны, это очень логично, потому что икона обращается к тому миру, который существует на самом деле внутри каждого из нас, но который невыразим с помощью каких-то плотских вещей, каких-то тех, что мы можем потрогать, увидеть, понюхать. Это попытка отрефлексировать себя, осознать себя и осознать свое одиночество в мире. И одиночество ли это на самом деле? Избыть это одиночество. В этом смысле, мне кажется, что мы сейчас в наши двадцатые перекликаемся с теми десятыми и двадцатыми, которые были за сто лет до нас, время такое же, похожее во многом. И чем больше боли испытывает время, тем больше хочется эту боль залечить, тем больше хочется милосердия. И вот это милосердие там и ищется. Вы занимаетесь научной работой, то есть это не просто ваша профессия, вы еще и изучаете древнерусское искусство. Какова ваша сфера конкретно? Какую тему вы разрабатываете, если можно рассказать? Да, можно рассказать. Я надеюсь, что все сложится благополучно в этом отношении. Древнерусское искусство, разумеется, это огромный пласт. Нельзя быть специалистом во всем древнерусском искусстве. Я хотела бы, и продолжая специализироваться, на конце 17 века. И меня больше интересует храмовая архитектура. В этом смысле последний стиль эпохи, который условно принято называть Нарышкинским барокко, на мой взгляд, для современного общества может дать те самые пресловутые ответы на многие вопросы. Это время, когда человек вдруг осознает, как будто бы, что оказывается у него есть плоть. И что все плотское, физическое, что создано Богом, тоже прекрасно. Мы как будто возвращаемся к книге бытия, где Господь увидел мир и сказал, что это хорошо. И вот как это хорошо в искусстве, прежде всего в архитектуре, осознается, вот это, на мой взгляд, интересно. Нарышкинская барокко, вот для наших телезрителей, допустим, в нашем регионе, какие яркие образцы? Есть ли они, существуют ли? Нам повезло, потому что, скорее всего, колыбелью такой Нарышкинского стиля, опять же, он условно, он не Нарышкинский, это, скорее всего, не барокко, потому что понятно, что это какие-то особенности местные. Скорее всего, колыбелью этого стиля стала Рязань. И Успенский собор наш, кремлевский, всеми любимый, вот это хрестоматийный памятник. Многие вещи утрачены. Например, Борисоглебский собор, который мы сейчас знаем, белокаменный, он на самом деле Нарышкинского типа. И, скорее всего, это все-таки красная стена и белокаменный декор. Ну и колокольня была переложена, понятно, уже в других традициях. Если приедете в Солочинский монастырь, увидите, как прекрасно архитектор увязал новый стиль 17 века с тем, что было построено до него и в 16 веке тоже. И как он перепроектирует этот ансамбль динамично, очень актуально и для современности, и для того времени, сохраняя при этом традицию, уже бывшую там. Это церковь Воскресения Сгонова, которая не сохранилась на Площади Свободы. Сейчас вот то, что стоит по центру, гигантская клумба. Вот там стоял первый памятник этого стиля, первый в России. К сожалению, тоже утрачен. Утрачен памятник, который условно можно тоже привязать к теме последнего магистрального стиля эпохи. Это церковь Владимирской иконы Божьей Матери, на месте которой сейчас стоит часовня Архангела Михаила. Это территория десантного училища. Все это связано с творчеством Осипа Старцева и Якова Бухвостова, двух ярчайших архитекторов конца 17 века, очень разных по темпераменту, по воспитанию и таких классических людей своего времени. Мы с вами не случайно собрались сегодня, чтобы не просто рассказать о фондах, об искусстве, но и для того, чтобы напомнить нашим телезрителям о том, что в тяжелое время успокоение всегда можно найти где-то у наших предков, которые что-то, видимо, знали о жизни. И здесь, в этих стенах, в стенах этого зала с древнерусскими иконами, средневековыми иконами и не только, есть некое такое сакральное энергетическое ощущение спокойствия и тишины. Оно за счет полумрака, за счет оттенков, за счет того, что веет древностью от этих икон. А вы, как человек, который здесь постоянно, наблюдали ли, что люди каким-то образом иначе себя ведут, попадая вот в такие залы? Ну, все очень по-разному, на самом деле. Коррекция наша включает, конечно, не только древнерусское искусство, но и синодальное тоже, то, что сделано после реформы Петра Первого и вплоть до 20 века. Люди разные. Кто-то восхищается, кто-то затихает, кому-то неприятно. Такое тоже бывает. И тут я бы не стала это связывать с какими-то эзотерическими вещами. Скорее наоборот, икона воздействует на нас и композицией своей, и пластикой, и колоритом, и масштаб ее в рамках пространства тоже имеет значение. То есть какие-то такие вещи, которые мы считываем на подсознательном уровне, а искусствоведы рассказывают это на уровне сознательном уже. И в этом смысле икона, она заставляет вас реагировать. Кому-то чрезмерно эмоциональность может быть неприятно. И это тоже нормально. Нормально приходить в разном состоянии. Но чаще всего этот зал, конечно, делает человека гармоничнее. Я даже замечаю, что когда экскурсии проходят по всему музею, и так получается, что древнерусский зал последний, люди уже уставшие вдруг начинают оживать. Их вдруг как будто бы бьет током, и они начинают смотреть, задавать вопросы, подходить ближе. И это тоже отрадно. И, на мой взгляд, тоже не случайно. Потому что икона, она будет. Она будет в человеке совесть. Она будет в нем милосердие. Она будет в нем человек. И хотелось бы в завершение нашей беседы отметить, что Мария ведет лекции для всех желающих. Сейчас в летний сезон, конечно, приостановлена деятельность. Но с осени можете следить. Мария, назовите группу, где анонсы даются. Да, это группа лекций по древнерусскому искусству. Чаще всего мы проводим их на базе галереи Виктора Иванова. Там тоже будут анонсы в любом случае. Так что, пожалуйста, приходите.